всем доброе утро я сегодня с утра пораньше встала восемь там кое-что помочь мужу там говорит ты мне поможешь а я тебе иди типа это за за работу деньги отдам ну естественно я же пошла я дурак что ли вот а сейчас мы приехали с чарли погулять парке который который будет где у меня это спортзал вот там в котором собаки большие сейчас вроде утра никого нету там он здоровенные собаки тоже гуляют в общем прогульнусь с ним и домой пойду переоденусь и пойду по магазинам надо купить как я говорила с повязку на лоб вы знаете утром 8 часов я стала такая холодрыга 19 градусов да для меня это очень холодно 19 градусов тем более я вышла вот так а сейчас уже где-то около десяти и хорошо все чарли дела делает в общем вот смотрите какая здесь грязюка здесь как бы как канал что ли какой-то вода но видимо с гор спускается или что это по я сейчас гляжу почистили еще знаете а так вообще такая грязь ужас пакеты какие-то пластиковые бутылки в общем вообще но не воняет знаете не воняет вот здесь падали играют это вот как теннис только ракетки другие тоже от нашего спорт клуба блин я скучаю уже знаете два дня не ходил и так хочется уже пойти позаниматься вообще я даже не знала что я такая спортсменка буду афигеть представляете во блин я когда раньше слушала типа спорт затягивает игру вот дураки как может спорт затянуть как может спорт затянуть и пойти заниматься думаю вот вообще а сейчас сама понимаю что мне хочется идти пускай под подольше это длится и не проходит это желание начали а я все иду уйду уже полтора часа и одних встретила других встретила третьих встретила со всеми нужно поболтать и вот наконец-то я почти прошла полпути собаки переразговаривают между собой кстати вот там находится камень академия в которой я училась на парикмахера прикольно так между собой разговаривают такие вот дела вот тут я училась воспоминания и поменять смотрите какие интересные шнурки они вот так делаются так удобно наверное да только желтые небо розовое я же девочка мне все розовое надо повязку я тут не могу найти это где-то другой где их искать повязку где-то наш должна быть такой все синтетическая неужели удобно в этом спортом заниматься так может быть тут где есть повязочка или надо спросить лифчик это даже не лифчик а топ такой удобный я люблю чтобы впереди застегивался чем вот это вот на сырое тело вот это вот хрен напялишь я не могу напялить красиво конечно все но я потом это хрен напяли на себя тут я не вижу повязок не вот прошлый раз в гольфе были они гольф там все для детей пойду в гольф посмотрю на руку вот есть а зачем на руку надевать я не пойму на руку то за а вот такие вот ну это тоже на руку а вот эти наверное блин начали всегда черные но девочек нету вот это да 5 евро а сейчас 3 евро видите какая скидка хорошая чё черные всегда красивый нету ждет черный брать других нету блин ходка какая смотрите купальник спортивный 5 евро и размер мой хочу симпатичный мне кажется да интересно может быть тут еще со скидками есть какие такие у меня как раз мой оранжевый не очень и он так тянется не такой плотный то есть его можно нормально надеть слушать ему классно до 5 евро вообще зашибись ой а вот еще чуть 3 евро что не пойму то не это тоже самое почему здесь написано 4 евро мы вообще 4 наверное евро стоит ой какой какая классная скидка что вы мне скажете поэт на эту тему мне как раз нужен был купальник в бассейн цвет мне по барабану какой цвет мне там все равно никто не видит шикардо жить пишите в комментариях классные скидки я не поленилась померила купальник и вот я как и говорила я в него залезла но так сложно его снимать поэтому я его оставлю здесь так что только повязочку возьму иду и злюсь безответственность моего как говорится ну хозяина моей парикмахерской просто зашкаливает я не первый год уже бы снимаю у него да и он прекрасно знает что до первого числа каждого триместра у меня мы должны быть все счета на руках потому что первого числа их несу бухгалтер бухгалтер работает и 20 числа каждого триместра он должен мне отдать бумаги и чтобы я заплатила налоги вот так в чем дело он мне сейчас пишет сколько то есть все как их фактуры он мне уже прислал за свет за воду и типа делать напоминание что мне нужно уже заплатить за это до первого числа до и пишет а фактуры за за аренду моя сестра привезет тебе в субботу в субботу это будет пятое или шестое число до седьмого то есть это понедельник я должна их нести бухгалтеру тот когда их будет делать он же не только мной одной занимается все это он прекрасно знает вот сейчас ему написать и сказать а ну тогда я тебе тоже заплачу и штраф еще прилеплю который мне залепят за то что я не вовремя оплатила налоги тоже мне вы что из аренды прям злая я страсть не могу я вам пишу говорю мне не волнует я завтра уже несу все бумаги бухгалтеру пускай хоть сам печатает и мне присылает но завтра утром они должны быть у меня вы представляете какой чтобы я ему заплатила во время это он напоминание делает я всегда плачу вовремя потому что если я не заплачу что-то во время я не буду спать спокойно поэтому его напоминание они излишни но зато бумаги он не шевелится мне прислать вставляете какой гад он этот человек он инвалид но блин здесь в испании в европе хлеб не все сделано для инвалидов у него деньги есть это можно сказать 2 или 3 по числу самый богатый семья вот там у нас на горе нет он не хочет выходить из дома сидит там среди компьютеров то он увидел где-то там мой канал на просторах ютуба и меня замучил ему скучно он пытался со мной как-то разговаривать знаете но он уже ему за 6 около 60 50 с лишним целый день дома сидеть он не давай как-то сразу название вот четко какую-то херню унес я ему значит дала хорошо понять что мне некогда с тобой разговаривать если я у тебя снимаю помещение это не значит что мы должны быть с тобой общаться на какие-то темы и туда-сюда ты мне сдал я тебе заплатила все до свидания все он понял и потом он увидел мой канал и решил тоже открыть канал представляете с какой-то фигней с какими-то ремонтами и вот он мне каждый запишет там пять минут какого-то дурацкого видео и шлет мне вот мой типа ведь мое видео давай смотри ставь лайки и подписывайся я не могу а я такая ладно ладно в общем зануда еще тот я к чему и что деньги у него есть поэтому мог бы потратить на какую-то инвалидную коляску здесь такие коляски есть у нас посмотрели ездит один инвалид он просто подбородком управляет извиняюсь хлебницу подбородком управляет свою коляску представляете то есть машины водят вообще сейчас никаких проблем нет любой магазин зайдешь автобус и все для инвалидов тут как говорится иди не хочу нет вот он закрылся дома и сидит кстати мне говорили что у него раньше машина была и все нет всем надъедает и вот сейчас прям разозлила типа вот столько ты мне должна заплатить а фактуры тебе привезут в субботу здрасте приехали не первый год замужем какая суббота прям бесит вообще придется идти к бухгалтеру говорить что такая-то сумма она мне каждый день ну каждый месяц одинаковая а бумаги потом принесу просто как вот с человеком таким общаться я не знаю шестой год шестой год одно и то же каждый триместр все одно и то же нет лишь бы достать меня и заставить нервничать купила хлеб пледали повязку все иду домой время уже первый час кушать готовить надо хотя в холодильник все дофига но мне хочется оладушки из кабачка а еще крылышки купила хочу крылышки в духовке сделать вкусным чем встретимся дома а я пока буду идти домой и успокаиваться лосось или как там его в общем я и по-испански забыл как это называется но вы поняли рыба и ладушки ладушки у меня оладушки какие они вкусные с чесночком так что пойду лопать кстати на ехала я до своего этого арендателя арендодателя или как его там на арендодатель да арендодатель в общем прислал мне фактуры и через ватсап и на почту мне прислал ой не могу вот так вот а как иначе иначе никак не проедешь не наедешь не проедешь в общем вот сейчас буду распечатывать не ну правильно кому охота платить и это ему плати вовремя а он какие-то несчастные бумажки не может мне отдать ладно бы их ждать надо но они есть пришли раньше причем знает что до первого числа в общем я пока дошла кстати уже 10 тысяч шагов на находила представляете буду кушать у меня мангу есть это короче гора такая всех фруктов вот это мангу же спелый просто у меня я жарила на двух сковородках поэтому вот такой у меня бардак сейчас я все уберу и фрукты вот туда в угол свалю а это у меня еще хлеб который купила его надо в холодильник положить в общем сейчас разберу гору пока немного остынет вот это у меня вкусняшка всем приятного аппетита я опять забыла вчера зарезервировала себе место на сумбу сейчас кинулась а мест уже не на пол седьмого зато с сегодняшнего дня новое время короче и я такая спортсменка и еще есть зумба в 4 часа а в 4 часа есть место и вот я забронировала на 4 часа думаю какая разница вот забронировала на 4 часа и вот буквально бегу-бегу ну правильно 4 часа у всех только съезд туда пойдет на сумму я и вот бегом-бегу опомнился ну где я могу еще быть конечно же в парке с чарли кстати вон споткнулся я кстати сегодня без коня сегодня утром механику отвезли ее мою моего коня потому что там что-то так гудела подозрительно прямо и до того как она где-нибудь сломается у меня в середине горы на работе отвезли к механику и вот сейчас вот мы гуляем сейчас муж за нами приедет и поедем за моим конем мне так нравится когда он вот этот ой откуда она прибежала чарли не будь не любит такого напора и поскакали кони потеряшка что еда вроде нет совсем ищущий наш в общем вот так погуляю сейчас немного и поеду за своим конем сегодня знаете мне очень понравилась сумма в том плане что у нас было всего человек 20 обычно 50 а это человек 20 я стояла впереди впереди передних рядах прям такое ооо как будто я супер профессионал в общем и потом в бассейн пошла там знаете детишек столько было бассейн тоже был пустой плане взрослых ну дешки шик было там как раз детские классы было наверное что человек 50 наверное детишек было вот там дорожек у нас 47 дорожек и вот короче они 4 занимали из 7 дорожек знаете дети какие три года три четыре пять вот такие малю малявочки но они плавают в пять раз лучше меня трехлетний там такие идут плачут их вот эти вот тренеры берут себе на руки там уговаривают но как в детском саду знаете и они такие в этих шапочках в этих вачках такие смешные три года это вообще малявочки такие они с вот этими не знаю как это называется здесь чурос палка такая как пенопласт вот круглая вот они с этими прям бум бум как утята знаете ныряют ныряют в эту в этот бассейн не плывут плывут там так плывут я офигела я такая пока плыла на них а так смотрела вообще мне даже стыдно стал я там такая и они блин и смешные малявочки такие единственное что мне не нравится у нас есть раздевалка для детей детская собака бегает чья она и вот родители как бы все равно заходит во взрослую раздевалку и поэтому когда захожу в раздевалку взрослую там неимоверно много детей блин если у вас есть отдельная раздевалка зачем вы во взрослую заходите не понимаю так постоянно так что вот так понедельник буду лучше в 4 ходить потому что у меня времени вообще знала в зала много времени и народу мало как раз в 4 сделано сумма для того что эти дети плавают там себе с инструкторами до мамочки как раз занимаются зумбой так вот так что вот такие вот я рада и довольна и даже времени на сначала ли осталось да и зимой в 4 это блин самое лучшее время потому что все таки в 7 30 это уже поздновато я уже говорила что для меня поздновато в общем там столько активидатов как это классов сделали много разные которые название конечно я очень не понимаю что это значит пипец там какие-то кап мап кап какие-то даб боди боди пум бодипам бодипам вот я хожу остальные не выговоришь будем разбирать забрала коня выбираю вот чтобы мне поужинать вот это сейчас и яблоко и сливу и все буду с вами прощаться до завтра я сегодня знаете сколько находила я скажу 23674 шага нормально так походил сегодня правда это не считая сумбы сумма там он им шаги не особо считаются потому что там как бы прыгаешь бегаешь в общем общем походила так что можно расслабиться до чарли я молчу и он не пьет его сейчас наказала соседская собака с нами поднимался так он ее лаял и лаял на него поэтому стоит без чучи ходит посматривает на нее на место где чуть у нас вот там чуть чисто лежат и вот он так подойдет на них посмотрит посмотрит уходит опять посмотрит посмотрит уходит всю дорогу лаял ну что это такое собак собака соседская вообще никогда не слышно не видно он очень хороший блин комара кусил зараза где судала зараза вот видите пока я с вами общалась у меня взял идти пакнул тварюка такая были пойду сейчас включу этот буду прощаться с вами до завтра всего самого наилучшего и чтобы вас комары не кусали а